почти 4000 километров за четыре дня это история когда бабушка ездила за хлебушком такие меня мы еще не ездили это шляпа это называется кладбище автомобилей шестерни грм очень сильно гремят запах дорогого бензина заехал в фуру оторвал ему бампер размолотила пол мордой вот такая ситуация парень который продавал автомобиль у нас немножко налюбил этой машине полу пиздец давно я к людям на улице не цеплялся продаем а я мое я улыбаюсь фу ёперный театр в нем кто-то сдох под накидкой едут танки в сторону украины заехали в польшу со стороны чехии и в общем впечатление карпат только здесь чисто имеется ввиду такая же внешность такие же у правда тут не подстриженные горы имеется ввиду не со срезанными соснами а так в общем то все то же самое ляпота а у нас могло бы быть так же у нас по выстригали деревья за сранцы друзья в общем случайно ехали и увидели на площадке продается вот этот вот зверюга торговались торговались и заторговались за 29 тысяч злотых изначально его цена была 32 практически 31 900 хотели честно говоря за 25 за 25 он нифига не отдал короче по кузову позже немножко будет видео это пока такое легенькое поехали дальше еще раз акцентирую внимание том что увидели его случайно мы специально сюда не ехали вот так ехали по вот этой дороге и вдоль дороги стоит мы только хоп очки а ну-ка давай остановимся остановились мотор хороший ходовая тоже все работает вообще ну прицепиться есть к чему но это все мелочи едем дальше сейчас прожую и пока мысль не ушла скажу в общем а сможете повторить еще раз короче ваня оказывается не стал до войны что есть короче план бальну технический специалист с большой буквы но он не знал о существовании такого автомобиля поэтому даже вот ну такие куканные парни как мы все равно учета в жизни иногда видим впервые и мы этого нихера не стесняемся что самое интересное не включаем там умника я гуру я учитель носить у сипа три рубля смысла жизни расскажу вам да богатенно короче и сузу купили позавтракали не не позавтракали шо это у нас обед наверное да пообедали слегка пообедали едем дальше мы из-за этого автомобиля немного выбились из графика мы должны были быть в два часа дня в каком-то городе забыл каком сейчас сейчас уже практически три без двадцати три нам еще хоть 150 километров короче мы будем где-то наверное к пяти часам я очень надеюсь что то транспортер нас дождется пока так туре по автомобилю приблизительно следующая он единственный хозяин в польше изначально вроде как типа единственную потом выяснили что он купил ее в германии и типа единственный хозяин в польше непонятно может они этим гордятся или еще что то что не купили в германии машину вопрос 2 приехали в этот поселок какой-то тяжело козли козли какой-то там город и он не говорит где он находится он предлагает встретиться на улице колу тоже тяжело выговаривается на площадке какого-то торгового центра и сейчас мы понимаем что он приедет с прогретым маховиком естественно у него ничего греметь не будет а машину надо было бы посмотреть на холодную вот поэтому ну такое пока что-то неутешительно поехал транспортер в общем если коротко у него шестерни грм очень сильно гремят есть вопросы к насосу не открываются двери такой он уже ну то что ржавенький да такое дело вопросы по двигателю поэтому эта машина не интересно даже с учетом того что у нее привлекательная цена она уже выкатанная не можно конечно и починить но тогда ценник должен быть они там не в районе пяти а в районе там трех с половиной вот тогда в это машина была интересная так ну да поездит она еще какое-то время но я так понимаю эта машина пойдет не под расстрел а под короче один из трех автомобилей нужен под пилотов дронов 2 нужен для осы сошников короче эта машина та которая надежда есть то что она будет ездить долго поэтому здесь нужно в любом случае мотор правильно этот мотор который у этого автомобиля неправильный сейчас принимаем решение куда мы поедем мы наверное сейчас поедем в сссс слов с лип блин тяжело мне с польскими названиями сережу на вот этой вот красавицы мы отправим в варшаву и там он наверно останется на парковке сейчас мы вызываем тогда с киева нашего общего друга который приедет ее и заберет вот но мы посмотрим еще одну две машины и в сторону каунаса все равно двинемся вот такие вот планы отправляем и сергея в варшаву пока 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 до завтра друг пока а а летите голуби летите в общем чтобы не гонять машину лишний раз решение что он сейчас поехал в варшаву а мы сделаем легкий крюк с вами и посмотрим транспортер вот зачем нам лишний раз гонять литров 40 поля полярки солярки жечь в общем вот как-то так все мы полетели и он полетели парень сзади на уазе едет и только что к нему прицепился продает ли он машину но он говорит не такая машина не продается хороший у вас 469 с открытым верхом у него там получается сидит он за рулем вот здесь у стоит ребенок в коляске крыши нет все так вот тарахтит но он едет и машина причем у него я думаю какой-то там мотор типа от мерс засунули лет и сузу нифига волновский тарахтит родной услышал но машину он продавать не хочет а и сзади еще и его жена сидит классный машин но не продается давно я к людям на улице не цеплялся продай машина он перепугался такой не не продают с предом приехали ресторан работает до 20 часов сейчас уже 21 практически и милые девчонки по-другому не могу назвать оставили для нас еду спрашивать может быть вы чего-то хотите типа окей хорошо вы хотим жулика и хотим салат с курчаком типа все не вопрос приедете во сколько вы будете мы будем 21 через час после закрытия ресторана окей хорошо приезжайте приехали ждут как вот тут только свечей не хватает и все уже все приготовлено уже вот вот все уже несут супчик уже красавчики просто очень много внимания к деталям и мелочам я имею ввиду у девчонок которая здесь в в гостинице и рассказали на какую фирму фактуру подробно все расспросила каждую булочку переписала чтобы нигде никакой ошибки не зацепить показали где наши покой покой номер вот на русском языке спросили какого хлеба столько всего кучу спрашивают рассказали что завтрак с 7 до 9 часов утра и говорят оплата с утра не сейчас сейчас отдыхайте ребята и давайте я сейчас очень давайте потом вот вы сейчас просто отдыхайте все для людей сказать что я доволен да действительно доволен спасибо а будем ли мы пиво и ну как я могу отказаться окей да хорошо мы будем пиво причем сейчас его на люд какие-то там отдельные бокалы не что-то я аж растерялся от такого внимания все хочу кушать будем кушать все потом как еда отлично супер да реально вот тут просто вау за что не возьмись и судя по глазам я понимаю что по глазам иван я понимаю что вот эта штука тоже очень прикольная да таки меня мы еще не ездили если мы купили в какой-то такой богом забытые души но вот мы едем уже наверное последние минут 40 вот такими вот дорогами где иногда появляются дома некоторые автомобили проезжают но и там живет рено трафик где-то этим и за трафиками с транспортером сейчас просто параллельно решили изменить вектор цели посоветовали с парнями и ну так как транспортеров очень мало за эту цену и машина сильно востребованная то начинаем смотреть параллельно еще равно трафики потому что за 5000 евро ну не закрыть потребности ехали и вон там стоит серебристое чудо с надписью с продам че спредом как правильно на польском она звучит ну понимают и так и так сейчас будем звонить чтобы нам открыли и показали то что машина холодная это очень хорошо это хороший признак то что мы запустим двигатель первыми сегодня но я очень надеюсь что там нет растянутого на поддоне полотенца сущегося масла или чего-то еще о интернет появился в этой глуши е-мое музыка заработала ладно пошли так ну вот он чуть-чуть крашеный здесь но он длинный это хорошо хорошо у нас плюс-минус ровный здесь хорошо это фигня дым есть нету оборотов дайте нормально если посмотреть по рулю вот если взять те почтовики которые мы видели то они все убиты это пока самый лучший густ здесь не не затертая да он типа под уставшим и назвать его машине что жопой нет пока мы имеем только интеркулер что у нее кончился так в общем то кстати что у нее здесь даже здесь ржавчина не высыпается да тут все вытертая высыпанная здесь плюс-минус нормально на мою манеру осознания сейчас я расскажу что я вижу какую картину то есть продает автомобили два человека в техпаспорте действительно два человека указаны но только есть один момент в техпаспорте указаны две девочки а продает девочкой мальчик я задаю вопрос господа вы наверняка хорошие порядочные люди ну покажите ваши документы оказывается они к продаже автомобиля не имеет никакого отношения и сейчас мы едем грубо говоря на трех автомобилях для того чтобы удостовериться что хозяева есть что хозяева продают и поставить хозяйские подписи в договоре купли-продажи по именно поэтому мы сейчас валим практически 40 километров другой город для того чтобы сделка была чистой потому что как говорят в украине чем больше бумаги тем чище жопа вот а по документам я привык чтобы у меня все было хорошо вот такая вот ситуация я понимаю что это минус час может быть минус полтора зато я понимаю что это будет нормальная честная сделка . поехали да так вот по недостаткам продолжим у него крашеная правая бочина дверь и заднее крыло но нам все равно что она крашена но там слегка притерта было и сделано короче не лучшим образом но мы все равно будем дополнительно перекрашивать скорее всего потому что если эта машина останется для таких для нейтральных задач но имеется ввиду перевозить вещи не очень близко к линии размноживания к линии фронта то он может остаться и в таком цвете это уже как парни выберут вот но минус у этой машины еще у нее слабенький аккумулятор у нее дырявый интеркуллер но несмотря на то что интеркуллер у нее дырявый валит она будь здоров но имеется ввиду все у него хорошо с давлением все у него хорошо с надувом по корректировке форсунок ну в смысле короче спасут с топливной все хорошо единственные недостатки аккумулятор интеркуллер зимняя резина у такой зимняя резина летом она очень быстро кончится а и еще из ошибок которые надо будет пофиксить это когда ключ остается в машине машина сама закрывается то надо будет пофиксить а так в принципе все нормальный классный аппарат не дымит не пердит с него ничего не не извергается вот он едет впереди меня даже с табличкой спредом надо будет ее убрать но по цене получается мы купили за 29000 злотых это приблизительно 5400 евро с пробегом сто восемьдесят восемь тысяч проверяли во везде в разных местах проходите и сто восемьдесят восемь тысяч но состояние у этого пуса гораздо лучше чем все то что мы видели до этого все теперь у меня финиш это история когда бабушка ездила за хлебушком или же в церковь ну реально есть бабушка есть дочка этой бабушки которая вписанная в этих паспорт вот теперь я уверен что мы машину оформили правильно ну и естественно шеволимся двигаем дальше кстати хорошая здесь местность интересная футбольное поле лес рядом везде аккуратненькие дома но правда ветрено да и пофиг вот он торжественный момент когда эти блин канистры из-под бензина можно запах дорогого бензина кстати я сейчас не знаю по неофициальной версии говорят что на некоторых заправках сокар 95 плюс уже стоит 100 гривен ну здесь он 100 гривен не стоит может его ремнем как-то затянуть его затянуть туда же и не к чему ну да ладно в общем все вонючие канистры мы складируем в автобус и дальше они там будут путешествовать аж до самого кордона а перед кордоном мы их наполним топливом и всем будет хорошо всем машинам смысле вот это вот впереди едет как вы думаете что ну то есть я на протяжении пути в варшаву вижу уже офигенное количество вот таких вот грузов и вот если здесь посмотреть в разорванные части самого тена и тена а самой накидки то под накидкой едут танки в сторону украины ну они зачехленные их не видно но там реально танки они едут зачем они едут ну наверное перемещаются по польше скажем так а закрывают их чтобы никто не видел просто чтобы не в это не 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 вызывать лишнего подозрения лишних эмоций у людей но это у меня такие мысли короче план такой сейчас серожу мы отправляем в белосток на точке x мы его сегодня заберем а сейчас пока едем в другой город чтобы не гонять паровозом две машины уши 100 километров разницы 100 километров это 10 литров солярки короче вообще беспонтово такие делать перри пробеги поэтому одна машина едет в одну сторону момент а мы едем в другую сторону все мы помчались нахожусь в польше и была только что ситуация на перекрестке поляк выехал ну имеется ввиду поляк на шкоде заехал в фуру оторвал ему бампер и фура грубо говоря даже даже не почувствовал что его влупили там шкоду размолотила по полморды я потом притянул этот самый вытянул из видеорегистратора сама дтп адам тадеуша тадеуша парень за вот такая вот блин дурная ситуация чувак вообще на ровном месте пристроился шкода в него как влетела все я полетел на осмотр бы ну что меня тоже ждут вот такая вот ситуация просто очередная заправка и очередной автомобиль под покровом ночи практически ничего снимали вашего перед нифига видно не будет по машине машина интересная машина ухоженная есть у нее мелкие недостатки в виде того что у нее там один проводочек где-то подклинивает на подогрев топлива на доске приборная моргает что еще скрашена на сзади но это пофиг а оборванную не ручник левая сторона всего больше вроде бы не а фары вниз светят и знаю аппарат реально очень прикольный высокая зимняя резина короче это уже все завтра с утра будем показывать будем смотреть пока не заправился пока заправляемся заливаем полные баки и завтра едем еще смотреть здесь недалеко 130 километров вдоль белорусской границы садить техники столько повезли в сторону белорусов просто пипец так вот завтра еще посмотрим и возможно все бусы мы найдем в польше вот таких вот в богом забытых местах мы кстати сюда ехали с этого села сколько 7 километров надо ехать чтобы заправиться ближе заправки вместо где мы купили машину просто очень хорошая красивая божественную тут бы вот отдыхать и не бежать впереди паровоза вот просто остановиться на день другой третий чтобы просто отдохнуть на берегу озера озеро кстати большое есть несколько там гостей не сейчас мы попробуем там поселиться пошли на заправку хотя бы хот-дог возьмем если их еще продают потому что сейчас уже сейчас уже сколько сейчас уже половина двенадцатого ночи и очень хочется кушать все пошли платить классное место единственное что минус с этого огромного озера дуется ну как гром она не такое огромное но по сравнению с теми мужами которые из польши она огромная смотрим уровень масел с уровнем а а ну-ка а ну-ка а ну-ка заглянем ну типа чуть выше минимума одно деление вроде как и неплохо значит по машине как говорится без геморроя не бывает геморрой заключается в следующем парень который продавал автомобиль у нас немножко на любил ну как значит объявление указано что машина продается с резиной но на момент выдачи автомобиля пацаны извиняйте резина за 120 километров отсюда в ази в пол двенадцатого ночи ясен пень что никто за ней не поедет ну типа окей давай на завтра с утра завтра с утра начинается ой блин резина лысая да там диски чуть ли не квадратные и там цена этих дисков 150 злотых поэтому очень удобно давайте типа на вечер поедем заберем если не вам действительно нужно нам тут висеть целый день вообще нифига не с руки поэтому поедем на зимних апония кто кажут в польше на еще довольно высокая и довольно жесткая поэтому особо сильно она не сотрется ну в общем то вот такие вот пироги а по машине класс они нравятся вань а если ускориться пойдет ли черный дым сейчас нажмите на ванючку посмотрим будет ли он извергать что-то эти 120 кобыляк и куда же ты погнался не нормально все нужно не лететь объясняю для чего я попросил и ванна чтобы он наступил на педаль акселератора дело том что здесь ты чипованный автомобиля автомобиль здесь ты чипованный двигатель в этом автомобиле и естественно за счет чего идет повышение мощности за счет топлива на воздушной смехи которые идут больших цилиндры соответственно если больше идет топливно-воздушной смеси в цилиндры то больше идет расход топлива, потому что оно туда опрыскается на момент, когда нужно. И, естественно, после всего этого должны извергаться большие клубни дыма. Это если какая-то прошивка, как ее называют, консерва. Типа левая. Но здесь же мы видим, что все классно, все нормально. Поэтому переживать особо нечего. А машина мне нравится. Вот со всех сторон ее в принципе, даже вот такую машину можно тянуть под растамошку и за нее не будет стыдно. Она с багажником на крыше. Она уже с лесенкой оборудованной. Она внутри обесшумленная. То есть там на арках дополнительно стоят войлочные покрытия. В общем, пока все хорошо. Едем. Остановились на посмотреть разные объявления. И, в общем, хочу сказать, чем этот автомобиль не очень нравится для меня. То есть метр семьдесят два. Вот так вот я стою. Был бы он высокий, цены бы не было. А так, конечно, а так, конечно. Вот мы вчера снимали, смотрели и падла на место не поставили. И падла на место не поставили. Дырки обесшумлены. Здесь войлок. Ну, то есть что-то оно дает, конечно. Что-то дает. Кто-то забыл. Равлыка. Улитка маленькая. Дополнительная сетка. То есть если разобьют стекло, быстро чего-то украсть не получится. Такие антиводальные штуки. Здесь точно так же такие сетки. Камера стоит прикольная. Вот сюда я вчера залазил. То есть оно держится хорошо. Вот я даже встал. Эх. Неудобно одной рукой. Нарядно мы остановились. Такой видно Мадрид хороший. Мы где-то находимся в Польше. Вон там граница с скажите, я скажу с Крининградом. То есть там Рашка. И здесь мы общались с пограничником. Он говорит пипец. С Рашки столько людей лезет в Польшу. Ну имеется ввиду нелегалов. Пакистанцев иранцев очень много. И камнями бросаются и стреляют и всякое такое. Ну в общем и достреляют. Они что же отвечают? Ну мысль в том, что много лезет всяких нелегалов. О! Рено! Ё-моё! А давайте тормозимся зайдем. Вот так вот не сподивано. Я думаю сюда же назад на парковку. Или сюда к ним заехать можно. У них места нет. Я сейчас к ним побежал. Сейчас. И только что мимо я увидел, что на некой площадке продаются Рено грузовие. Сейчас зайдем посмотрим вообще какие там цены и может быть нам что-то и приглянется. А может быть и нет. ух ты какой фиат красавчик Манюнька Кенгу резервация Т5 резервация Ford Transit Custom что мы имеем V36 пробег 2.2 турбодизель 48 900 плюс ватт Т5 28 347 пробега нифига себе плюс налог и это еще машины без без регистрации так Opel Vivar от 16 год 1.6 нафиг такой мотор 42 тысячи злотых этот в резервации ладно идем дальше Ру завичу 28 900 а ну ка а ну ка а ну ка закрытый не не закрытый вот такая тема и сзади еще гидроборд ну руками удобно да гидроборд и причем такой уже трохи подзаюз что такое плюс ватт это вот грубо говоря стоимость 41900 плюс 20% стоимость надо оставить здесь когда автомобиль уйдет на экспорт эти 20% можно либо сюда приехать забрать либо же они перечислят ну перечислят ли они в общем-то обычно перечисляют но у меня есть претенденты и с учетом того что надо оставлять денег и потом возвращаться в неудобную местность за возвратом этих денег ну так себе затейка поэтому да и плюс пробеги тут около 300 такие машины найдем и без площадок хотя машины напидориные вылизанные интересные наверное это площадка и наверное и наверное ёперный театр это ему судя по состоянию судя потому что этот автомобиль стоит в жопе мира на задворках империи а не на пьедестале почета мы понимаем что этой машине полупиздец простите за мой француз тут живет гена а тут еще пол кузова всяких запчастей радиаторы и прочей не факт что это отсюда ну да мотор с воздушным охлаждением крылья и прочая хрень то чем грузят эти упростите запустим ради прикола как он весь такой помятый покореженный ёханый бабай берем ключи ноу-хау чтобы не заливало свечи ну ё-моё я улыбаюсь то я думаю что не нахер это шляпа это называется кладбище автомобилей это даже не площадка по продаже это да друзья это шляпа другого слова у меня нет что это чудо стоит 20 что сколько 2900 зашел за такое же огневое ведро ну окей это ведро полузакрыто фу ёперный театр в нем кто-то сдох пипец я даже больше чем уверен что отсюда просто надо бежать и текать полдня в дупу засунутой я кто кажет поляки 12 часов дня мы бы уже были в литве ладно но все равно среди невысоких цен одну машину мы все-таки накружили так что во всем во всей этой печали всегда что-то находится нормальное но я пока просто офигевший блин с этого жмурико трупика да ну нафиг ну это и люди на этом делают бизнес что самое интересное они тут стоят а раз они тут стоят значит люди это покупают и такое количество автомобилей держать ну оплачивать аренду не знаю не аренду земли это это все затраты эти затраты они в любом случае покрываются раз люди этим занимаются а раз люди этим занимаются значит такие автомобили покупают кто угодно но точно не мы я в ахере ой емать не хайп блин тебя что парафин обоблили ничем шляпа хи 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 это просто реальное кладбище машин а это что ага я понял здесь весь автомобиль он в середине так аккуратно закрываем ага он даже не закрывается все блин извините он не закрывается не знаю нужно ли это финалить ну в смысле посещение этой площадки на самом деле вот таких площадок это большинство это у нас была большая удача что мы плюс-минус столько автомобилей нашли не таких мрачных по этой цене и вопрос же заключается в том что нет сейчас сделаю тише а то за права забанят и вопрос же заключается не в том что я хочу лазить по помойкам собирать дешевые автомобили вопрос заключается в том что люди скидываются на эти машины и нужно найти машину которая более-менее живая не потому что мы хотим сэкономить вообще нифига не экономим я это делаю абсолютно бесплатно для тех хейтеров что пишет что я барыга перекуп и все остальное идите нахуй вот так вот могу ответить хотя это не в моих правилах вот поэтому финалить наверное мы не будем мы вот просто есть такая парковка и на здоровье а мы сейчас найдем какую-то другую где-то здесь еще было так хорошо есть такая площадка как бы сказать свое впечатление об этой площадке это очередное место кладбище автомобилей которые вот ну они с нашей точки зрения по стандартам один авто они уже практически все свое изжили есть тут пару автомобилей которые еще поездят но в основном это жмуровидные трупаки то что то что то что не понятное дело что запустить двигатель или куда-то оно там поедет но говорить о том что оно будет ездить долго смысла здесь никакого нету мрак просто мрак и ужас то есть где-то вот на вот этой площадке ух ты и какой двести стоит уже зеленого цвета на грязевой резине а он еще один форт рейнджер ух ты блин интересно стоит ли они каких-то вменяемых денег или невменяемых сейчас посмотрим выпадающие фонари это все демонтируется тут великолепно ну такой он блин по д так снимается да согласен ну такой взял сломал вот эти желудный рукой попробуйте отхожу пожалуйста знал же что может быть поломанное специально решил посмотреть что поломанное 264 в 20 а здесь здесь он уже нету крышки на этот ну это такое дело срется ссыться ворточка здесь какая-то лежит стекло в смысле наверное это вот это вот которую надо тут вставить в клей двери у него здесь держатся здесь держатся карты нету и хрен с ней стекло лежит отдельно оно наверное просто куплено и не вставлено не вставлено почему потому что здесь нет уплотнителя на эту херню с учетом того что так ну это в принципе вся херня откручивается разбирается вот эта штука убирается и блин здесь он короткий для того чтобы он был длинный это надо все это выкидывать она уже при смерти эта машина предлагаю ее вставить в покое и поехать дальше кстати кнопка аварийки еще одна к уже имеющейся наверное слишком часто благодарочкой морала стоял поломанный на 8 короче из рамного все что вот просто хотя бы заводится двигатель и стоит до 7000 евро она уже все уехала в украин последние 6 штук позавчера с поломанной коробкой тоже все уехало все остальное здесь стоит под десятку понятно почему и очень не забрали 10000 за машину который под сраку лет и уже с гнилой рамой это понятное дело что дорого но здесь этим пользуются и быстренько зарабатывают денежку жалко минус одного дня потерянного едем дальше не успела заснять короче сейчас объясню что это уже не то это уже не то это уже дубль второй мы так не проверили короче здесь две площадки на самом деле вон там слева и вон там справа на какой площадке находится наш трафик мы не знаем и вот Ваня ничего лучше не придумал как залезть на автомобиль и посмотреть где же наш трафик ну сейчас мы идем смотреть где же наш трафик где-то на этой парковке и сразу же кстати тут машины не такие конченые как ну правда и ценники тут 18 900 этот что этот у нас бесценный 29 900 за форд фокус напоминает фиеста сорян напоминаю на той парковке фокус стоял за 6 934 ауди 34 900 пигует 308 ну да здесь цены повеселее ну и вот он наш 1 и 9 турбодезель 158000 2005 года непонятно где он был что он делал ну такое ну такое ну такое длинная база короче пока все очень сладко очень сладко пошли за ключами напидориный силикон с него льется ах ты ж ёк седьмой так документов конечно никаких нет вот и не зачуханный ну в смысле салон не просаженные подушки причем вон контрольная табаковая она всегда убитая у всех у этого нет стекло здесь приклеено так ладно ну как по всем признакам он действительно не заюзаный настолько сколько ну так масло могли долить ну то такое дело сейчас посмотрю дальше такой слегка тряснувший бампер но не удроченный сверху ну нормально не засиженный ударов не чуть-чуть побитый грузами а так в общем-то в общем-то и ничего в общем-то и ничего чуть-чуть все-таки я думаю снизу будет ржавенький то не нормально не ржавый пороги у него по крайней мере целые так днище тоже открашены открашены новые резинки он еще не защелкнута до конца отменяли не защелкнули ну такое предприниматели его где-то вскрывали наверное забыли ключи и открывали лампочка чек вообще убрана все покатались мы на этом белом автомобиле и хочу сказать что скорее всего у него первичный вал кончился ну кончается потому что очень такой гул стоит плюс синхронизаторы такое при переключении передач надо чуть больше вал остановить и потом она включается пробег здесь мотаный доказать не могу но понимаешь мотанный но мотор еще на смысле автомобиль еще не сильно укатанный но такой пока имеем ввиду есть другой пошли за ключами этот чуть-чуть подороже подготовленный накрашенный на пидорин ну типа на пидорин и ладно на какую-то оконную замазку засаженное стекло короче по-синему там он еще печальней чем белый белый и что самое интересное он дороже чем белый ну наверное там больше синей краски набрызгана мотор там уже ссыться со всех сторон если у серебристого только потеет крышка где стоит грм там плюс-минус дальше он не обсыкается то этот ссыться со всех сторон маховик у него уже конченный подшипник у него уже кончается оно имеется ввиду первичного вала и что еще ну и все и мы его в принципе не смотрели потому что ну пипец пятерка евро он переоцененный вот этот вот а этот 5400 стал да а4 короче 19 тысяч злотых вот это а вот аус мир 23 вот эта машина она 23 23 900 ну 24 короче эта машина намного ярче и плюс у нее куча всяких плюшек а тут еще и в круг полностью перекрашенный ну типа красивый а да тут еще и две двери ну вот эта вот машина она тупо в разы лучше хотя мы думали что это будет шляпа потому что она такая невысокая по цене но здесь вот эта машина вот эта машина удачное приобретение все остальное пока пока мусор пока шлаг потраченное время потраченные километры чем собственно и дальше занимаемся пожирательством километров едем за раз на парковку шум говорит едем сейчас на парковку оставляем один автобус оставляем второй автобус и едем в другую страну каунас чуть не сказал в город каунас а в страна литва все мы полетели надо успеть до темна тут типа недалеко еще отсюда 30 километров 130 160 километров нам еще валить друзья вот те кто со мной еще со времен евроблях ездил вот с легкостью узнают где я нахожусь ну по крайней мере вспомнят этот отель раньше назывался Регина но он давно уже не Регина он уже Олимпик какой-то но все осталось то же самое ах ностальджи я как-то даже и не думал что я когда в букинге увидел этот номер ну в смысле уже заказал а потом начал детально рассматривать какой номер я сразу понял куда мы едем только я понял что называется не Регина а олимпик по-моему но не суть важно кстати интернет здесь хороший был раньше сейчас посмотрю может видео сделаю то я три дня собираюсь 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 в дороге в дороге едешь едешь каждый вечер да да вот сейчас приеду приезжаешь пол двенадцатого в душ сходил и на следующее утро с утра опять за руль и полетели почти четыре тысячи километров за четыре дня а машин сколько я уже не помню сколько сколько машин кто-то посчитает что две две купили три купили а сколько пострели и сколько-то десятков посмотрели чего только первый день стоил с этой гребаной площадкой с этими бусами это я вспоминаю у меня глазик дергается хотя реально сегодня мы были на такой помойке я думаю это уже было то есть я думаю это вы уже видели реальное кладбище машин просто кладбище ладно все сейчас мы будем ужинать и это уже там все кулечками шуршат уже 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 не в моготу все пока я тоже пошел кушать трава да мне тоже вот это я буду есть это называется рукола это реально очень вкусно мне это нравится все спасибо спасибо Продолжение следует...